Спасибо огромное, было чрезвычайно интересно слушать. Вот у меня такой вопрос, немножко чуть-чуть уходящий в сторону. В докладах прозвучало о том, что сомнительные данные о повышении риска заболеваемости при назначении оральных контрацептивов, в то же время при последующем мониторинге больных назначают и гормональную контрацепцию совершенно смело. В связи с этим вот у меня вопрос, что скажут спикеры в этом плане. Есть ли действительно какое-то опасение в плане риска? И второй вопрос, связанный с этим, это то, что сейчас пропагандируют в основном медикаментозное прерывание беременности, в отличие от инструментальных, таких как вакуум-аспирация, кюритаж и так далее. Вот каково значение медикаментозного прерывания беременности? И для повторного кюритажа, когда опасение перфорации, может быть ли этот метод использован? Спасибо. Вы знаете, чтобы ответить ваш на первый вопрос касательно использования коков, вы знаете, когда эту проблему впервые стали обсуждать в 70-х годах, дозы гормонов в ранних контрацептивах были существенно выше, чем те, которые мы используем в контрацептивах на сегодняшний момент. И ранний анализ позволяет предположить, что если мы даем такие высокие дозы гормонов, то, возможно, наблюдается повышение риска персистирования заболевания после удаления заноса. Но наблюдения по всему миру показывают, что современная низкодозовая гормональная контрацепция лишена этой проблемы. Соответственно, вы можете использовать гормональную контрацептиву сразу же после удаления пузырного заноса, если это ваш вопрос в смысле безопасности. Риск персистирования заболевания отсутствует. По крайней мере, никто его не смог продемонстрировать. С точки зрения фармакологических абортов, вы знаете, это происходит по всему миру. И вопрос, на самом деле, стоит в следующем. У скольки из этих пациентов может развиться трофоблотическая болезнь, о которой мы просто не знаем. И то же самое относится к ситуации, если у женщины возникает выкидыш, например, на дому, мы, соответственно, абсолютно не знаем, это нормальная беременность или беременность с заносом. Я не думаю, что у нас имеется однозначное решение для этой проблемы, но опубликовали несколько лет назад статью, которая говорит о том, что те, кто делает фармакологическое прерывание беременности или у кого используются, скажем так, механические методы прерывания беременности, как правило, у них имеется повышенный риск развития заноса, который мы можем пропустить. Достаточно сложное количество оценить этот риск, поскольку мы сейчас видим только пропущенные случаи, и, как правило, они манифестируются перфорацией матки или с таким осложнением, как кровотечение. И то, как мы можем уменьшить это, заключается в следующем. Если у пациента упоминается скриптогаборт какого-либо типа, мы должны проверить уровень ХГЧ через 3-4 недели после проведения беременности, чтобы убедиться, что ХГЧ в норме. Если тест на беременность все еще положительный, тогда, возможно, такую пациентку нужно рекомендовать и обратиться к врачу, и, по крайней мере, не пробовать забеременеть повторно, пока она не получит отрицательный тест на беременность. Я думаю, что это будет достаточно самое простое и возможное решение. Я не уверен, что я ответил на ваш вопрос, но вот такая... Да, ответил, да? Хорошо. И у вас был еще третий вопрос. Можете мне напомнить, какой был еще третий вопрос? Он касался... ...юритажа, вот для того, чтобы решить проблему, вот может ли быть альтернативой медикаментозное прерывание использования таблетированных средств? Вы знаете, я не думаю, что если у вас есть... Если вы провели вакуумный аборт при гистопатологическом... с диагностикой заносов впоследствии, я бы все-таки не пробовал бы фармакологический аборт после этого, поскольку это может привести к повторным сокращениям матки, и это может стать причиной диссеминации заболевания. Имеется риск развития травматических эмболов с попаданием, например, в легкие. То есть, однозначно, я бы не рекомендовал это делать. Я ответил на ваш вопрос? Могу ли я также задать вопрос? Вы ограничиваете или рекомендуете ли вы ограничения какие-то у пациентов после выздоровления, после последнего дня терапии? Есть ли какие-нибудь ограничения с точки зрения периода контрацепции? Или она может беременеть сразу по контрацепции? Или она может быть лучше подождать, там, шестница или год? Вы имеете в виду после химиотерапии? Может быть, это касается пациентов с низкого риска и высокого риска? Каков должен быть период, скажем так, когда требуется предохранение от беременности? Если пациентка получала химиотерапию при высоком или при низком риске, наша рекомендация в Великобритании, по крайней мере, традиционно заключается в следующем. Лучше нужно подождать 12 месяцев после получения последней дозы химиотерапии, прежде чем попытаться забеременеть. И неудивительно для всех присутствующих, многие женщины не ждут столько, и они беременеют ранее. И когда мы провели анализ по 500 нашим пациентам в клинике Чаррин-Кросс, они забеременели, не дождавшись вот этого срока в один год, они забеременели в период через несколько месяцев, несколько, чуть позже, но однозначно в пределах одного года. Что произошло с этими женщинами? Хорошая новость заключается в том, что у них не наблюдается повышение риска с точки зрения патологии у детей. То есть, другими словами, отсутствует риск бальформации. Рожденные дети выглядели, по крайней мере, абсолютно нормальными. Я не могу сказать, что произойдет у них в подростковом возрасте, поскольку нет данных этого наблюдения. Но я думаю, что, скорее всего, в подростковом возрасте с детьми должно быть все в порядке. Но, по крайней мере, по крайней мере, с ними точно было все в порядке. У них, значит, не было риска повышения выкидыша, не было повышения риска беременности с заносом. По крайней мере, это был риск не выше стандартно ожидаемого. У одной из женщин из этих 500 был обнаружен рецидив. Он был обнаружен на третьем триместре, когда она почувствовала одышку и стала откашливаться с кровью. И неудивительно, у нее был выявлен метастаз в легких, ей была назначена химиотерапия. Ребенок был извлечен несколько... Роды были, естественно, проведены несколько досрочно. В итоге все волновались, но в итоге все закончилось хорошо. Все было хорошо с ребенком, с ней тоже все было хорошо. И в итоге никто не погиб. Это, опять же, хорошие новости. Таким образом, вы можете сказать, что в серии с риском 1 на 500 человек означает, что, возможно, мы можем безопасно говорить нашим пациентам, что они могут беременности и на более ранних сроках. В Великобритании мы обсуждали этот вопрос. И недавно, я думаю, что мы договорились о том, что после окончания химиотерапии через 6 месяцев они могут предпринимать попытки забеременеть. И обычно, когда приходят пациентки через 6 недель после окончания химиотерапии на свой последний визит, я с ними, им рассказываю те данные, которые есть в нашем распоряжении, и далее это уже их решение, что делать. И мы можем сказать, что многие из них, если им до 30 лет, естественно, они могут подождать с удовольствием, но если они старше 30, то они стремятся забеременеть пораньше. Будьте добры, есть еще? Мы хотели еще раз, будьте добры, уточнить, Майкл, по поводу удаления опухолевых чеков резидуальных масс. При нормализации маркера всегда ли нужно идти на операцию по удалению резидуальных масс? Вы знаете, ответ нет. В случае низкориского заболевания, возможно, где-то в 10% женщин будут обнаруживаться резидуальные очаги в матке, или могут быть сосудистые изменения в матке, и мы ничего не делаем в этом случае. И последний анализ показал, опять же, что отсутствует повышенный риск рецидива просто потому, что присутствуют эти персистирующие сосудистые изменения или очаги, которые все еще, скажем так, видны. И если говорить по клиническим данным, мы стандартным делом, но некоторые пациенты беспокоятся, и они возвращаются и после обычного периода наблюдения, эти очаги исчезают в течение времени, либо до, либо после последующей беременности. В случае высокого риска, если имеется очень большое остаточное образование, в частности, единичный очаг в легких, и он вас беспокоит, или есть несколько очагов, но один из них очень велик, и, опять же, это вас беспокоит, то вы можете удалить этот самый большой очаг и, скажем так, исследовать его. По нашему опыту, что мы обнаружили, мы обнаружили в нем просто погибшую часть, так же, как в том случае, о котором мы только что слышали, вот в представленном клиническом случае, она была просто некритизированная часть. Счетские зрения плацентарных, трофобластических опухолей, трофобластических опухолей, плацентарной площадки и эпидролиадных опухолей, они менее чувствительны к химиотерапии, чем другие формы трофобластических опухолей, и в такой ситуации я все-таки с большей охотой удаляю эти очаги, поскольку я не уверен, что это будет исключительно некритизированная ткань. Сегодня очень интересно, я думаю, выражу общее мнение, что очень интересная, полезная сессия у нас получилась, и мы для себя подчеркнули очень много интересного. Например, использование карбоплотина после неудачи метатриксата. Скажите, пожалуйста, вы в своей практической деятельности прибегаете чаще к какому режиму, когда неудача после применения метатриксата? В нашей практике, на наш момент мы делаем следующее. Если метатриксата не работает, и уровень ХГЧ находится на уровне 3000 или меньше, тогда пациентке назначается актиномицин-Д в режиме монотерапии. И большинство из этих женщин, я думаю, мы у них достигаем излечения. Если актиномицин-Д не дает излечения, мы переводим их на схему МАКО. Если ХГЧ на момент появления резистенции метатриксата превышает 3000, но менее 30000, то тогда женщинам назначается карбоплотина в режиме АЮСИ-4, в режиме области подкрыва 4. Я не могу сказать вам, хорошей терапии или нет. Мы изучаем этот вопрос, сколько она эффективна потребность за несколько лет, прежде чем мы сможем окончательно убедиться, что она достаточно эффективна. Если ХГЧ превышает 30000, в такой ситуации им назначается комбинированная химиотерапия схема МАКО. В Шеффилде подход несколько отличается. Они используют схему ЭА вместо МАКО, но они используют МАКО при высоком риске. Так что есть некоторая вариабельность, скажем так, к подходе. Итак, дамы и господа, я хотел бы пуглить вас всех за то, что вы собрались здесь сегодня. Я надеюсь, что вам понравилась сегодняшняя сессия, и мы надеемся, что некоторые, а может быть и все из вас, сможете приехать на нашу конференцию по трофобластической болезни, которая проводится в Европе и на международных других странах. Есть Европейская организация по лечению трофобластической болезни, которая для вас будет очень легко вступить. И если вас интересует вступление в эту организацию, то, пожалуйста, отправьте мне письмо по электронной почте, и я дам вам данные, чтобы связаться с секретарем организации. И она затем вас включит в список рассылки по всем нашим мероприятиям. Следующее такое мероприятие будет проведено в Берлине 5 и 6 июля. И через год будет следующая конференция, которая будет проведена в Порто, в Португалии. Таким образом, эти конференции проводятся ежегодно, на которые вы потенциально сможете приехать. И также имеется международное общество по изучению трофобластической болезни, и также они проводят крупнейшие конференции в режиме раз в два года. Следующая конференция будет проведена в Торонто в октябре этого года. Опять же, вас интересует участие в этой организации. Пожалуйста, связи со мной или с Леоном Мессагером. И мы с удовольствием свяжем вас с секретарием этой организации, которая включит вас в список рассылки. Еще раз большое-большое спасибо за то, что вы пришли сегодня. Я думаю, что это была, надеюсь, это была очень полезная для вас сессия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!